Почнем с актуального. Одна из самых великих проблем в сучастной школе, что наставники не воспринимают детей как ровных. Это проявляется и в их деньгах, и в поводзинах, в словах, что в учням с этим делать и как такие ситуации на их вплывают. Начнем с того, что причины общения детей и подростков с учителями несколько разнятся. Ребенок, в первую очередь, ищет поддержки. А подросток стремится к тому, чтобы его воспринимали как самостоятельную личность. Поэтому подростки особенно болезненно воспринимают неуважение со стороны учителя. К чему может это привести? К конфликту внутриличностному или конфликту межличностному. Если подросток высказывает свое недовольство, то, скорее всего, возникнет конфликт межличностный с учителем. Это приведет к тому, что в классе возникнут группировки. Кто-то будет поддерживать учителя, кто-то будет поддерживать ученика, кто-то захочет остаться нейтральным. Это, безусловно, негативно влияет на учебный процесс и вообще на атмосферу в классе. Если же ребенок в силу своего воспитания, личностных особенностей, каких-то личностных качеств, таких как застенчивость, скромность, не выскажет своего недовольства, то у него будет конфликт возникать внутриличностный. Глубокое недовольство, обида, что тоже скажется на его успеваемости, на его отношения с учителем. И, кроме того, могут быть последствия чисто физиологические. То есть ребенок, который подвергается такому неуважительному отношению, может впадать в состояние депрессии, у него может формироваться невроз, всевозможные депрессивные и сухдепрессивные состояния. И психологические последствия тоже достаточно серьезные. То есть ребенок теряет уверенность в себе. У нас у всех есть система представлений о себе, о своем месте в мире, о отношении окружающих к нам. И вот по этой я-концепции, так называемой, наносится удар. Ребенок чувствует себя неуспешным и перестает радоваться своим успехам, и перестает радоваться успехам других людей. То есть и есть последствия и томатические, и психологические, негативные. Что тут можно сделать? В таких случаях желательно привлекать на помощь школьного психолога, для того, чтобы разрешить конфликт так, чтобы не пострадали отношения внутри класса. очень большое значение имеет поддержка родителей. Если ребенок знает, что дома его поддержат, если ребенок знает, что он может поделиться своей проблемой, то, в общем, у него есть огромный ресурс для того, чтобы пережить эту травмирующую ситуацию достаточно легко. И родитель может обучить своего ребенка каким-то правилам уверенного поведения и научить тому, что чужое мнение нельзя принимать безоговорочно. Научить здоровой критичности. Если ребенок будет понимать, что учитель тоже человек, и он может ошибаться, и это нормально, то это тоже является серьезным ресурсом для того, чтобы преодолеть такие проблемы. Безусловно, учитель, как участник образовательного процесса, должен руководствоваться правилами этики профессиональной и не должен допускать таких ситуаций. К сожалению, мы знаем, что они есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова